Привет, друзья! Со второго дубля и с мокрой головой второй выпуск, не второй, но новый выпуск вашего любимого сериала, где Сергей задает вопросы, а Станислав отвечает. Всем привет! У нас сегодня формат Блиц, у меня есть 15 небольших вопросов для Стаса. Стас отвечает не очень длинно, не очень коротко, как хочет, но не растекается в смысле по древу. И с ним редко-редко такое бывает. Итак, поехали! Станислав, сколько ты готов потратить на хороший ужин в хорошем ресторане? Ну, в последний раз 10 тысяч метрателя. Я понял, хорошо. Это для тебя много, мало? Это нормально, в принципе нормально. Средние 5-7, наверное. Ну, с вином, если с чем-нибудь праздничным, около десятки уходят. А ты вот прям, например, поедешь за рубеж, поешь в Мишленовский рейс, любишь такое? Конечно, конечно. Да, я всегда стараюсь ходить. Для меня посещение каких-то интересных ресторанов, ну, причем не обязательно Мишленовский. В Мишленовский прикольно. Я был, иногда мне даже нравятся какие-нибудь таверны, то есть что-нибудь такое необычное. Куда-то местные ходят и туристов нет. Ты туда приходишь под покровом ночи, либо тайной некой, тебя обычно местные рекомендуют, и там бывает очень классно. То есть самые мои такие основные впечатления были даже не от Мишленовских ресторанов, а вот от таких мест. В Венеции было очень классное место, куда вот приезжают эти лодочники, которые возят, то есть специально вот они. Вот, очень классно там, очень душевно. И в Италии тоже я был в каком-то там прям, ну, душевном там месте, где просто сама семья кормит. И туда тоже просто так не попадешь, надо куда-то по горам ехать. Ну, то есть ты туда вообще никак не попадешь, если не знаешь. Вот такие места я очень люблю и стараюсь бывать. Для этого прикольно познакомиться с кем-то из местных и там уже затусить. Окей, хорошо, спасибо. Ты даешь людям деньги в долг? Ну, иногда, редко. Раньше давал, сейчас практически нет. Всегда возвращают? Ну да, да. Хорошо. Стараюсь давать такие, которые вернут. Правильно. За что люди не любят инфобизнесмена? Не знаю, за что. Думают, что что-то нечестное. Стереотипы, я думаю. То есть нет понятия, что такое инфобизнес. И есть стереотипы, навязанные кем-то, скорее всего, так. Ну и какие люди, опять же. Ну, то есть что за люди надо смотреть. Я, допустим, всех люблю, кто не нарушает закон и не мошенник. Поэтому ты уже можешь делить этих людей как угодно. А кто-то не разбираясь просто под штамп. Ну, знаешь, за что там люди не любят, не знаю, мужчины. Или женщины, за что они любят. Или там правых, левых. Ну, просто люди, это люди. У каждого есть своя причина. Не могу отвечать за всех. Я вот за себя ответил. Хорошо, ладно. Какой хороший запоминающийся фильм из последних ты посмотрел? Так, 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 так. Хороший запоминающийся. Сложно даже сказать. Не могу вспомнить. Я много фильмов смотрю. Я просто смотрю на обычный. Но вот прям, что прям хороший. Ну, давай скажем джентльмена Гай Ричелл. Мне понравился. А у тебя вообще изысканный киновкус? Нет, я люблю эффекты, блокбастеры люблю. Люблю, когда движух какая есть. Я не люблю арт-хаус. Не люблю там всякие, где думать надо, медитативные всякие штуки. Это вот мне очень скучно. Ну, потому что я все понимаю, как бы, ну, достаточно. Из неплохого было, я не помню, как называется, фильм тоже типа арт-хауса было, когда там девочка лежала в палате, и мужик там тоже сломал, он на лошади прыгал. И они путешествовали по мирам. Там такие были детские фантазии. Да, и там были очень красивые миры, такие как бы медитативные. Вот, прикольно. Как называется, я не помню. Но вот один из каких-то таких великих фильмов я по рейсингу посмотрел и решил посмотреть. Да, классно. Хорошо, спасибо. На каких условиях ты бы временно оставил свой бизнес, возглавил бы другой, чужой? Чужой даже не знаю. Я не думаю, что я там буду суперполезен. Зачем мне этот чужой разглавлять? Ни на каких. Далее бы сказали, Станислав, приди к нам, стань нашим исполнительным директором, настроенным. Все, вот будешь нашим. Но я бы проектно взял такую работу, да, вполне. Если нужно в компании, допустим, поставщиков настроить отдел продаж для дизайнеров, я бы это сделал примерно за 3 миллиона. Месяц или вообще? Не, вообще. То есть я бы взял проектную работу и сделал бы это дело. Потому что я знаю, как налаживать, я знаю, как процессы организовывать, как взять продавцов, как их научить. То есть я понимаю весь процесс. И второй вариант, то, что я бы делал, это снимал бы фильм. То есть у меня была такая идея интересная. Ну не то, что была, она и есть. Я знаю, как снять фильм либо видеокурс, по которому люди будут конвертироваться в отдел продаж для поставщиков, ну это дизайнеры, архитекторы, знакомятся с продукцией. Это будет дешевле, чем они будут ходить на выставку раз в пять. То есть я буду, по сути, поставлять рядов, которые будут уже подогреты, готовые, классные, но дешевле, супер дешевле, чем бы то ни было. Вот это могу сделать. Ну это тоже там около трех миллионов стоит. С продакшеном фильма. То есть это же еще продакшен. А сколько это по времени занимает? Ну месяца три, наверное. Я понял. По миллионам в месяц, короче. Ну да, это не только мне идет. Надо сценарий написать, надо снять, методику разработать. То есть половина, наверное, лентабельность это мне, половина это на оператора, на съемки, монтаж и так далее. Вот это имеет смысл. Точно так же, как книгу написать. То есть вот еще один вариант, написать для кого-то книгу, ну примерно. Сколько за книгу возьмешь? Ну миллион и полтора точно надо брать в изготовление. А так, наверное, два, два с половиной может быть точно так же. Ну полтора, наверное, давайте так начнем. Это минимум. Смотри, что за книгу. То есть полтора миллиона, приходите к Стасу за книгой. Может им нечего перепадет. Ну да. Бывают люди, в общении с которыми ты волнуешься? Нет, наверное, не бывает. Не помню. Нет. Даже какие-нибудь прям супер богатые, сложные. Вообще мне все равно. Хоть с королевой Франции, Великобританикой Франции. Без разницы вообще. Я понял. То есть даже какой-нибудь там бандюган тебя не смущает, тебя не трясутся коленки. Ну а как? С чего он меня смущает? То есть если я ему денег задолжал, я не буду у него денег брать. Вот если взял и не отдал, наверное, у меня такого не было. Не знаю, смысла нет. Хорошо. Ладно, ответил. Пока такого не было. Я в счастливом мире живу. Знаешь, некоторые там очень страдают. Я думаю, что люди, кстати, в разных мира живут очень. Я это осознал, когда ездил отдыхать во Францию. Я очень люблю Лазурный берег. Когда у меня не было денег, я ездил в достаточно дешевых отелях, трехзвездочных, и там снимал недорогую автомобиль в аренду. Вот когда стало чуть больше денег, я там же стал ездить по тем же местам, просто более дорогие какие-то вещи, рестораны, ну и так далее. Совершенно другое ощущение. Мне кажется, просто люди в разных мирах живут. Я как бы стараюсь не соприкасаться с миром, где какой-то ад, горе, проблемы. Вот у меня этого нет. Окей, хорошо, ладно. Слушай, так-так-так, во, ты разговариваешь слух сам с собой? Нет. Зачем? Вообще никогда. Даже в душе там сам себе ничего не объясняешь. Нет, иногда есть такое упражнение полезное, коучинговое так называется. То есть, когда ты не можешь в каком-то вопросе разобраться, либо сомневаешься, просто даешь себе вопросы. То есть, ну а зачем тебе это надо? Как бы ты поступил? И вот так немножечко сам с собой диалог. Но это больше как упражнение. Я знаю, что это упражнение работает, и оно тебе помогает ответить на вопрос, отстранившись немного от себя. То есть, оно достаточно сложное, но оно работает, да. То есть, зачем ты сейчас это делаешь? А почему ты там, ты речишь время на это? А стоит ли это делать? Нет, это про себя можно. Можно вслух, ну как хочешь. Я про себя могу сделать. Окей, хорошо. Сильно ли изменится твоя жизнь через 5 лет, а через 20? Вообще не знаю. Не планирую, не загадываю. Для меня это будет сюрпризом. По ощущениям просто. Будешь жить иначе. Хочешь? Скорее всего, да. Ну, я думаю, да, что запустим какую-нибудь систему, меньше буду работать. Опишу все, что... Ну, я сейчас просто на стадии такой, что много чего знаю и описываю как систему, придумываю новую технологию, которая позволяет не только там России, но и по всему миру размножить полезность. Вот. Я сейчас это делаю, доделываю, допридумываю и потом буду масштабировать. То есть, следующая часть жизни будет связана с масштабированием того, что я придумал. Вряд ли я там что-то новое придумаю, ну, потому что, ну, то, что я сделал сейчас, мне кажется, достаточно интересно и так само по себе. А то, что делаю сейчас, оно как бы опыт предыдущих там 20 лет работы. То есть, он был накоплен, сейчас систематизируется и дальше будет распространяться. То есть, если взять тему развития личности, человека, компания и вообще рост вот такой, мы сейчас, наверное, на стадии собирания там того, что есть и будем дальше с этим взлетать. Мне так кажется. Окей. Хорошо. Как ты считаешь, именитые, знаменитые архитекторы вроде Захи Хадид или Нормана Фостера не переоценены или нет? Нет. Не переоценены. Нет такого, что как-то переоценен или нет. То есть, если покупают, значит, молодец. Ясно. Ну, то есть, они стоят своих денег. Ну, конечно. Почему нет? Ну, тут же надо понимать, денег стоит все, что привлекает людей, то, что востребовано. То есть, если человеку, он может делать все, что угодно и кому угодно, может, что угодно там не нравится, либо отношение может быть любое. Но если на это приходят люди, это покупают, то есть, это внимание привлекает, то очевидно, что внимание стоит денег. Соответственно, придается это не сам архитектор или его произведение. Подается внимание людей, которые привлекаются куда-то. И вот гениальность людей заключается в том, чтобы задешево привлекать внимание. Вот в чем основная валюта. Угу. Угу. Я понял. Спасибо. А что ты думаешь о политике? Ой. Ну, отдельное направление жизни, в котором некоторые люди занимаются для удовлетворения своих жизненных ценностей. Вот что я думаю. Ты вообще вне политики? Ну, мне это не интересно, у меня нет жизненной ценности политика. То есть, я понимаю, как это работает, это стремление к власти, доминантности и там управлению. У меня этого нет. У меня в ценностях просто я делал упражнения, там даже по кругу вот этих ценностей, у меня этого нет. У меня в ценности другие вещи. Это наслаждение жизнью, самореализация, свобода, творчество. Вот у меня это. Там нет места власти, управления, политики. Ну, нет. Оно противоположно тому, что я. Поэтому я понимаю, как человек, почему это некоторым интересно, потому что у них ценности другие. Но я туда никак не вкладываюсь. Ну, и вообще туда нет. Окей. Хорошо. Спасибо. Бывают ли моменты, когда ты не уверен в своей работе и своей системе? Нет. Не бывает. Блин, да что ж такое? Ну, а как? Если, подожди, если эта система, ну, знаешь, вот ты садишься там на велосипед кататься, бывает ты не уверен в велосипеде. Ну, наверное, да, там что-то может там цепь или смазку какую-то надо. Но в целом, как бы ты понимаешь, что ты сейчас сядешь, да, ты будешь крутить велосипед и он поедет. Ну, как бы примерно так. Если там что-то у тебя затрещит, ты остановишься, починишь. Примерно такой вот подход, если ты каждый раз будешь перед тем, как садиться на велосипед, делать там полную диагностику или трястись, поеду или не поеду, ты никуда не уедешь. Логично. Скорее всего, в 99% ты поедешь. Вот как бы здесь мы это допускаем также в работе системы. А если что-то 1% где-то не сработает, мы подправим. Ну, как бы ничего страшного, в процессе решим. Окей, хорошо. А чем друзья отличаются от приятелей? Фу, ну, не знаю, наверное, друзья это с кем ты, ну, как, больше общаешься, больше проводишь. Тебя есть друзья? Приятели это с кем ты, ну, как. Просто знаешь, наверное, знаешь, но не встречаешься. С кем встречаешься? А у тебя есть друзья и приятели? Да, в целом есть, да, конечно. То есть, не сказать, что близкие, я близко, наверное, ни с кем как бы так не схожусь. То есть, я достаточно самостоятельно такой вот, как бы, ну, мне в себе ближе, то есть, я больше интроверт, наверное, но с удовольствием в компании потусуюсь. У меня вот в поселке есть друзья, там компания. Ну, классно, то есть, ну, здорово. Не могу точно тебе дать квалификацию, характеристику, ну, то есть, кто где, в принципе, когда об этом даже не думал. Ну, как бы люди и люди прикольные, я со всеми отлично общаюсь. Но, как бы, в душу никому не лезу. И никому не понял. Вот так. Идеальный ты человек, святой. Не, ну, слушай, это классно, но многим, кажется, нужно прям, чтобы кто-то интересовал. Многие наоборот. Нет, такой подход может многим не нравиться. И подумают, что там слишком там черство или слишком там не сближается. Ну, а я не хочу слишком сближаться, я за то, чтобы дать свободу людям. Просто не всем свобода нужна, кто-то хочет более близких связей. Ну, мне может быть, это не очень кайф. Окей, хорошо. Когда ты в последний раз что-то делал своими руками в плане мастерства, поделок? Ой, я очень криворукий, я ничего не умею делать своими руками. У меня даже в детстве был, мне отец подарил инструменты, пассатижи там всякие, чего-то. Я вот, я честно пытался, я хотел там или скворечник, или что-то делать, у меня никак не идёт. Ты даже был сломать пассатижи, мне кажется, тогда и всё. Нет, я ничего не делаю своими руками, я очень, мне вот тяжело с этим, прям морально тяжело. Ничего никогда не делаю. Можешь себе позволить, так сказать. Ты не вырос в всей поездкой однушке, где нужно чинить унитаз. Я прекрасно могу чинить слив унитаз, знаю, как он устроен, переливное устройство. Полезно. Если тебе потребуется, ты меня это... Далеко и дорого будет. Это правда, но качественно, наверное, не факт. Зато потом скажу, что мне сантехник приезжает из Германии, бизнес-класс. Да, Сергей Король, знаешь, такого? Да, такого. Думаешь, блока вычитай, а вот мой сантехник и всё самое. Я воспользуюсь, пожалуйста, советом, когда ты приедешь за книжкой. Да, договорились. Есть ли у тебя предметы искусства дома? Ничего нет. Ты не коллекционируешь? Нет, я искусству очень непонятно, как отношусь. В принципе, мне как-то вот чужое в доме, наверное, было бы лишним. Я знаю, что как бы картины ещё какие-то висят, кто-то испытывает удовольствие от этого. У меня этого нет, у меня наоборот. То есть, если я что-то повешу, наверное, если я сам что-то нарисую, либо сам что-то сделаю, вот моё бы висело. Там чужие какие-то вещи нет. Хотя я знаю, что многие говорят, там, ты не понимаешь чего-то, вот там энергетика, ещё что-то, там, нравится какая-то идея. Я бы, наверное, не стал вешать. Я понял. Хорошо. Последний вопрос остался. Давай. А чувствуешь ли ты себя взрослым? Ну, да, конечно. Почему нет? Ну, погоди, вот вспомни себя в 16-18 и сейчас что-то прямо изменилось резко в тебе? Ты прямо стал взрослым? Ну, слушай, ощущения, ощущения в 16-18, я вообще не знал, что делать, это очень такой, как бы, непонятно. Скорее, там, 20-23, наверное, можно, 25. Вот. Там была какая-то движуха и зарабатывание денег было, отношение, да, такое к этому. Потому что надо базовые потребности закрыть, и это было ключевым, то есть таким ярким двигателем. Сейчас, наверное, больше понимания, не знаю, какой-то жизни, да, более стабильность, базовые потребности закрыты. Сейчас вопрос большой, а зачем, а что дальше, и удовольствие, осложнение от жизни. То есть, если раньше ты, как бы, меньше мог испытывать этого, и я, допустим, ну, я бы не пошел там в ресторан, например, да, или не поехал бы куда-то, я бы отложил деньги там на квартиру, на машину, на еще куда-то, вот, на базовые вещи. Вот, а сейчас, наоборот, с удовольствием куда-нибудь эмоционально отправлюсь. Слушай, это классно. Мне кажется, может быть, в этом тоже есть какая-то фишка, что становишься взрослым, когда ты, наконец, закрываешь свои базовые потребности. Скорее. Потому что многие люди взрослого возраста не закрывают, ну, признаю, бегают и зарабатывают деньги бесконечно. Я бы две вещи сказал, да, базовые потребности. В принципе, у меня так и есть, вот я вот сейчас систему разрабатываю, там я рекомендую начать разработку и движение к своей цели, ну, по жизни, да, в жизненных целях, только когда у тебя базовые потребности закрыты. Там есть три границы, допустим, зеленая, оранжевая и красная зона. Красная, если там у тебя совсем плохо, то есть со здоровьем, с отношениями, с деньгами, с местом, где ты живешь. Ну, красная, это значит совсем плохо и эта тема тебя может подорвать все твое движение, весь твой потенциал просто обручен. То есть, типа, если я живу, например, в условном череповце и опустошаю кредитку, то это я в красной зоне условно. В красной зоне, если у тебя эта тема ментально тебя бесит, либо ты понимаешь, что завтра тебя могут выгнать из дома, ну, просто выгнать. Или у тебя отношения, там, не знаю, несчастная любовь и все, ты никак. То есть, ты должен с этим в первую очередь разобраться, с эмоциональными состояниями, потому что эмоция дает энергию, а энергия это самое важное. Даже ресурсы никакие тебе не нужны, неважно, где ты живешь в коммуналке, в череповце, хоть в шалаше, если тебя это устраивает и не парит, если у тебя там есть Wi-Fi, интернет, и ты там оттуда делаешь деньги, то вполне окей. То есть, это именно внутреннее состояние. И ты можешь двигаться дальше, когда у тебя базовые потребности твои для твоего комфортного состояния закрыты, и они тебя не бесят, ну, не отвлекают. И тогда ты можешь уже двигаться в ценности. У каждого они свои. Кому-то там надо пятикомнатную квартиру или там коттедж, тогда вот он считает закрыт. Ну, значит, он отдаляет свое движение, к счастью, за счет того, что должен больше сил инвестировать в базовые потребности. У меня такое тоже было. У меня была базовая потребность именно обязательно квартиры, мне нужна была своя, несъемная. Я в съемной жил, ну, достаточно долго, ну, как там, пару лет, наверное, да, и мне нужна была именно своя. У меня вот такое вот внутреннее желание, я хочу свое, чтобы там было все, как я люблю, и меня никто не выгнал. То есть, мне это было супер важно. Поэтому я вот откладывал деньги и старался туда инвестировать. Вот, так же и автомобиль, ну, мне нужен был. А дальше, как только это появилось, уже можно спокойненько двигаться дальше. Удобно. Слушай, классно вышло, получилось недолго и в целом довольно весело. У меня больше нет вопросов, поэтому я готов тебя отпустить. Я знаю, у тебя сегодня есть великие дела, как и каждый день, поэтому я отправляю тебя на них. Спасибо, Станислав. Спасибо. Мы продолжим через неделю. У меня в Берлине прошла жара жары, жара, волна жары. Как у вас там? Вот. Сегодня нормально, сегодня солнышко скрылось. А у вас там есть где купаться? Я даже жив. Чего? Купаться есть где у вас? Еще нет. Поедем на следующей неделе. Эта неделя была тяжелая. Видишь, я же директор, не забываю об этом. А-а-а. Поэтому много работы. Как у вас там? Да вот я так и знал. Вот ты просто знаешь, как... Ты как... Ну, это такая дурацкая сравнение. Ты как собака, которой показываешь кость такую с мясом. И она такая сразу вот так-так-так-так, что там у тебя? Ну-ка, 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 иди сюда. Ну-ка, лись. Все расскажу обязательно. Все расскажу. Уже третью неделю. Покерпите немножко, может быть, даже на следующей неделе. Постараемся. О, отлично, отлично. Вот, будет основание увидеться с тобой через неделю. Спасибо, Стас. Слушай, а я знаю, у вас там озера есть, да? Ты ездишь на озера? Да, да, у нас все вокруг озерах, а это все такое туристическое место. Я был там, очень классно, мне очень понравилось, поэтому супер. Приезжай вот с тобой. Ну, как выпустят? У нас не все не по-миллионерски, конечно, но тебе понравится. Мне, да. Как выпустят, обязательно я вот тоже с удовольствием. Мои любимые места там как раз. И, погоди, Станислав, а что ты должен привести с собой в таком случае? А, что же я должен принести? Ну, бутылочку я тоже возьму какую-нибудь, и плюс самое важное. Книга, энциклопедия, дизайн и комплектация. Боже, она такая здоровая, она не влезет в ручную платью, наверное, даже. Ну, влезет даже в парочку. Сколько страниц, ты помнишь в ней? 528. Во, это прям очень много. Друзья, это очень классная книжка, мне вот этими руками, мозолистыми даже довелось мне немножко побывать, поэтому обязательно приобретайте, если они еще остались у Стаса, кажется, что они постоянно разлетаются. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, Стас. Спасибо, увидимся через неделю. Пока.